Друзья, всем привет! Ну что у нас, зима вступила в свои права. Хоккей, как известно, самый зимний из командных видов спорта. Накануне отметили Всероссийский день любимой игры, Всероссийский день хоккея. А уже сегодня, в пятницу, 2 декабря, поклонников «Локомотива» ждет матч с шикарной вывеской. В Казани железнодорожники, команда Игоря Никитина. И в 19.30 по московскому времени здесь на льду от нефть-арены стартует поединок «Акбарский локомотив». В нынешних вариантах состава команды уже встречались летом на Кубке Танека, здесь же в столице Татарстана. И тогда успех с минимальным перевесом сопутствовал хозяевам. Так что ярославцам есть за что поквитаться, тем более, чтобы тот матч наша команда, как мне кажется, по крайней мере, провела на очень высоком уровне. Сделать это, добыть победу, будет крайне непросто. Всем вам уже, наверное, хорошо известно, что накрыл вирус нашу команду. И вот в сегодняшнем матче под большим вопросом, то есть сразу шести хоккеистов основного состава. К тройке Максима Шевенова, Павла Просковского и Максима Оськова, которые пропустили встречу с «Авангардом». Добавились Даниил Исаев, Сергей Мурашев и Даниил Гуд. Ну вот так вот, да, не бывает сезона без вкладов и, наверное, не бывает сезона без каких-то болельщиков. Но зато есть подкрепление. В составе ребят из молодежной команды «Локов» буквально вчера вечером сюда в Казань приехали Алексей Кожевников и Александр Волков. Они, я думаю, что свой шанс сегодня тоже получат. Ну и в целом на строй у нашей команды, конечно, боевой. Четыре победы подряд одержаны. Две на выезде, две дома. Закрепились на третьей строчке в турнирной таблице. Ну и раздражитель, еще раз повторюсь, очень и очень неплохой. У Казани есть свои проблемы. Турнирные проблемы, прежде всего. В предыдущей встрече здесь же на домашнем дуле команда Олега Знарка крупно проиграла в Новосибирской Сибири. Так что, наверное, можно не сомневаться, что сегодня барсы выйдут тоже с желанием сыграть на 100, а может быть и на 150%. Как то будет, давайте следить. Вечером трансляция на телевидении, включая телеканал «Первый Ярославский». Ну а мы в наших соцсетях будем освещать, как обычно, то, что остается за кадром, рядом с площадкой. Александр Саханов был на связи. Редактор субтитров А.Семкин